Перезимовали нормально, а весной все заболели. Запорожские пульмонологи утверждают, в марте в регионе была зафиксирована вспышка заболеваемости вирусной пневмонии. И хотя болезнь пошла на спад, в отделениях по-прежнему лежат сотни людей, часть из них в реанимации. О нынешнем положении и дело, и о том, как обезопасить себя от гриппа и воспаления легких, в нашем сюжете. Все ждали зимой, а заболеваемость повысилась в марте-апреле. Успокаивает лишь одно – не было эпидемии гриппа, а за ней массовое распространение пневмонии, как в прошлом году, говорят пульмонологи областной больницы. Пик пришелся на март, и сейчас еще пока, хотя ситуация стабилизируется, тем не менее эти пациенты продолжают поступать. Сейчас в отделении на сегодняшний день находится около 40 человек. Из них 5 человек находятся в реанимации, в реанимационном отделении. Беда в том, говорят врачи, что многие пациенты не в состоянии распознать вовремя начало воспаления легких, и все списывают на обычную простуду. Тем временем болезнь прогрессирует и лишает человека здоровья. Ну, как обычно, у РЗ все начиналось. А пневмонию же, когда меня в Мелитополь в районную больницу отвезли, там делали снимок, и там уже была двухсторонняя пневмония. Да, это вообще впервые в жизни так меня свалило. Именно пациенты, и в какой-то мере здесь их вина, что они условно, исходно не придавали значения своему состоянию здоровья. То есть это позднее обращение за медицинской помощью на местах. Ситуация может измениться в течение двух дней, а может в течение недели. Не надо ждать. Заболеваемость уже пошла на спад, рассказали врачи. Но это не значит, что снизился риск заболеть и стать пациентом-пульмонологов. Медики предупреждают, погода все еще слишком переменчива, нам грозят переохлаждение. При этом активность вирусов повышена. Перепады температуры играют свою роль, значительную роль в возникновении переохлаждений, ослаблении иммунитета, возникновении вирусных инфекций. Наличие достаточно высокой температуры – это первый повод обратиться к врачу и получить помощь. И чем позже обращается, тем дольше она течет. Чем дольше течет эта пневмония, тем больше формируется осложнение впоследствии, так называемое образование фиброзной ткани в легких. Это снижает дыхательную способность легких. Главное правило всегда одно и то же, снова повторяют врачи. Необходимо вовремя обращаться за медицинской помощью. Кроме того, советуют не пренебрегать вакцинацией. Те, кто прививался еще осенью, перезимовал здоровым или болел в легкой форме, утверждают медики. Продолжение следует...